приветствую любители москвы вы смотрите передача реновация новостройки москвы ну и посмотрим что происходит сейчас при инновации в медведкове причем как в северном так и южном ну начну с северного но и собственно во многом потому что здесь практически показывает то нечего ну тут попал в реновацию под снос только всего один дом вот он перед нами это вот на этой широкой улице дом номер десять девятиэтажки не знаю почему и выбрали в жертву может какие то для этого есть основания но короче говоря вот решили почему тут этот вот на обычно стандартную панельную девяти этажку выбрать и как я понимаю сейчас она уже выселена вся ну или во всяком случае в большей степени хотя вот если посмотришь на девятиэтажку вроде как даже не незаметно да что люди отсюда выехали уже наверное их выселили вот и вроде как она уже фактически заброшенная такое впечатление как будто бы она живет но на самом деле да где переселили и вот тут возникает сайте довольно такой интересный вопрос а куда людей переселили потому что ведь получается что это единственная девятиэтажка вот под снос вот в этом северном медведкове а новый дом по по реновационной еще не построили ни одного то есть а куда людей переселили ну знаете говорят что очень очень долго переселяли там людей несколько лет говорят что сначала там одна комната двухкомнатные переселяли потом только трехкомнатные в общем там была большая эпопея и вроде как людей выселим расселили по разным домам то есть там нашли дома там на проезде шакальска 27 корпус 233 дом еще на полярные 22 кого-то переселили на Назарево 9 ну то есть вот каких-то окрестных домах которые еще когда-то там ну относительно так сказать несколько лет назад построили грубо говоря там да или даже раньше вот еще когда то сказать до принятия отчасти эта программа реновация вот она Назарево по моему уже после принятия этой программы но в общем вот так вот и туда и переселили людей то есть ну то что надо куда переселять то надо же переселять какой-нибудь новый реновационный дом а соответственно дом этого тут он только строится вот он строится еще только поэтому ну вот вроде как рассовали так сказать распихали по разным другим вот домам и более того вот его скоро это дом снесут 10 корпус 1 и на месте этого дома должны строить еще один реновационный дом но вопрос для кого а для кого это будут строить этот дом реновационный если в реновацию попал только всего один дом 10 но хорошо вот людей уже расселили а для кого будут строить на этом есть еще один дом начнут ну на мой взгляд это вот стать проект шакальского часа покажу вот тот самый реновационный дом который еще так и не построен но уже почти построен активно строится вот и тут возникает вопрос а для кого соответственно строится вот этот дом сейчас и будет строить еще один дом на месте 10 дома ну тут два варианта ли значит первый вариант на мой взгляд опять же да либо соответственно выберут еще какие-нибудь дома под снос что очень вероятно то есть как бы эта программа реновация она будет продолжена вот и наберут аж 9 этаж здесь в районе полно медведками пятиэтажки тоже почти все снесли а вот там наполярные остались еще ну там фактически все уже вот а соответственно 9 тарг то полно вот они их и дальше там районе довольно много то есть возможно что будут соответствует еще какие-нибудь дома подберут ну либо второй вариант либо это будет просто коммерческое жилье то есть это будет не реновационные дома будет просто чисто коммерческие дома новая застройка просто по коммерческим ценам как вот обычно я сейчас делаю там новостройки да и все но какие еще есть варианты только так либо либо ну вот а теперь здесь вот скандальный дом 28 а который вот уже почти построен но скандальный потому что так сказать жители в тут протестовали очень много против постройки этого дома и тут влепили вот на свободном участке и прямо буквально с этими дом тут и так как видите довольно плотная застройка так еще влепили вот этот дом вот хоть какое-то было место свободное но и так еще и думал того там еще под этим дом протекать речка подземная и вот из-за этой речки который там протекает ну вот какой то там какие-то ключи что ли там бьют и все и этот дом кстати очень сложно было построить очень долго его строили буквально там чуть не пять лет и до сих пор еще вот до конца он не построен ведь вот этот дом 20 21 этаж на 280 квартир причем что интересно в этом доме будет пятнадцать четырехкомнатных квартир это вообще довольно большая редкость четырехкомнатные квартиры тем более в реновационных домах и ну реновационные же фактически социальные дома да вот редко обычно все таки бывает одно двух трехкомнатных а здесь еще четырехкомнатные вот ну вот это вот это вот эта самая речка какая-то до протекает под этим домом ну и видим небольшая но она постоянно давала себе знать и там что-то строили потом раз там все прорвало вот и там по-моему раза два или три были прорывы то есть не из-за этого там эта стройка она постоянно откладывалась то есть только что-то начинает там уже опять все затапливал ну в итоге вот видите дом фактически построен и в этом году его хотят за и 24 но это что касается сферного медведкова что касается вот теперь южного медведкова это вот улица молодцова и на этой улице построили сразу три реновационных дома один из них перед нами дом 17 по молодцово который был построен вот буквально недавно двадцать третьем году и сейчас он заселяется а вообще вот в южном медведкове я уже говорил да фактически реновация она подходит концу и если допустим других районах она еще даже некоторых не началась а в некоторых так сказать идет ну так или иначе столь или иной степень интенсивности то вот медведка она уже заканчивается ну и тому есть две причины во-первых всего 10 домов попало в реновацию но в северном медведков вообще один дома да по широкое а в южном 10 домов ну все-таки не так много а все но с другой стороны в сокольниках то и того меньше попало да и в аэропорте тоже 10 домов ну то есть в районе аэропорта однако штаб реновации пока вообще не началась но тут еще просто было место где построить еще многие дома построили по старой лужковской программе еще до принятия программы собянина ну а потом уже приспособили под переселение жителей то есть было куда жителей выселять это еще тоже конечно важная причина но и вот не в итоге фактически построено пять новых домов реновационных уже за последние годы три из них как раз вот на этой улице молодцова ну и уже снесли четыре дома которые попали под снос вот из них три на проезде дежнёва и один дом на полярный дом 3 снесли вот три девятиэтажных дома и один пятиэтажный на полярный на дежнёва девятиэтажный снесли вот этот дом видите дом 17 на молодцова пятнадцатиэтажный дом построенный в прошлом году у меня на эксплуатацию и сейчас насколько я понимаю сюда вот этот дом переселяют жители из домов 20 и 24 с проезда дежнёва вот и сейчас отселяют эти дома и вот их переселяют сюда вот в этот вот дом 17 а там промзона медведка вот с другой стороны ну мы уже гуляли здесь по этому скверу я его показывал ну тут такой как бы конечно сквер довольно куцый еще к тому же испорченное благоустройством несколько хотя и не сильно но все таки еще плитку правда пока не положили но наверное это еще в будущем пока еще руки не дошли все таки до этого так сказать места ну а там промзона и этот сквер он такой вот эта улица она как бы разделяет да вот именно промзону от жилых кварталов который находится по другую сторону видите это улица молодцова она на этом участке от полярный туда дальше до ясного проезда она фактически стоит как бы вот из двух частей с одной стороны вот жилые дома а с другой стороны там вот по другую сторону промзона итак дом 17 мы видели на улица молодцова недавно вели эксплуатацию а вообще здесь конечно но раньше кстати медведка был довольно много пятиэтажек но почти всех несли еще при лужкове то есть еще там по программе расселения ветхого аварийного жилья вот и поэтому те дома которые мы видим сейчас здесь вот и до молодцова на дежнева несколько домов вот и на других там некоторых улицах это еще дома которые были построены так сказать тогда еще при лужкове либо уже ну при собянине но скажем так еще до принятия программы реновация вот поэтому тут уже так сказать реновация она без этого слова она началась еще значительно раньше чем непосредственно то которое мы видим сейчас да там вот это все это по это все на полярный строится комплекс вот этот знаменитый но это чисто коммерческое жилье там не реновационное жилье вот на месте лосиностровского комбината строим материалов большой комплекс там Чермянская улица проходит между полярной и Чермянской ну вот а вот второй дом по молодцово вот он видите это второй реновационный дом 25 корпус 1 18 этажный дом тоже введен в эксплуатацию в прошлом году то есть совсем недавно на 187 квартир ну и вроде как в него переселяют жителей или уже переселили жителей из домов 16 и 17 по полярной улице из 5 этажек кирпичных вот сюда их переселили вроде как ну по крайней мере какое-то количество вот это как раз это самое Чермянская улица там ну и въезд сюда в промзону вот он видите 18 этажный дом 25 корпус 1 на 187 квартир построенные в 2023 году в прошлом уже получается в прошлом видите как уже вошли 24-й год 23-й уже прошлый ну вот еще один дом видите помимо того что там уже есть плотный застройки еще влепили дома дополнительно то есть сейчас по сути дела вот в этом южном Медведке переезжают вот последние дома расселяют это вот 20 и 24 по проезду Дежнева остались еще расселить там уже нам тоже частично расселены но вот еще какое-то продолжать собственно все а остальные дома либо снесены либо расселены то есть видите тут реновация она уже реально заканчивается и скорее всего в этом году как раз она уже и закончится вот то есть получается первый этап уже и последний именно в Медведкове если мы говорим именно вот об этой местности ну я думаю что на этом все не закончится и выберут новые жертвы новые дома наверняка что-нибудь еще замутят вряд ли все это снесут и на этом все тут спокойно тихо и дальше как говорится живи то как говорится радуйся нет я думаю там что нибудь еще придумают ну вот а это вот еще вот третий дом последний реновационный да то есть вы видели 17 дом 25 корпус 1 и еще 33 корпус 1 дом но это уже фактически ближе к концу вот эта улица Молодцова она довольно длинная вот еще раз смотрим вот там дом 25 корпус 1 вон он там дом вот тот 33 корпус 1 но тот дом был введен 33 корпус 1 это был введен еще в 21 году вот его еще получается уже более двух лет назад ввели в эксплуатацию эти то в 23 году 17 и 25 а 33 его еще в 21 году построили ну и судя по всему он наверное уже заселен он с тех пор уже все переселили людей то есть его попало под снос 10 домов 4 на полярной и 6 на проезде Дежнева на полярной там один дом снесли 3 уже фактически выселили все а на Дежнева там получается значит 2 дома снесли нет там получается уже 3 дома снесли 3 дома снесли вот 6 22 корпус 3 30 корпус 3 снесли ну вот получается что и 2 сейчас расселяет 20 и 24 дом ну и 5 домов построили да вот и 3 как раз вот на Молодцово я говорил да и 2 2 на проезде Дежнева это 5 реновационных домов ну вот он еще один да вот 3 3 дом на улице Молодцова реновационный это вот 33 корпуса 1 16 этажный дом почти на 200 квартир в 2021 году он был построен ну я собственно показывал в своих передачах этапы строительства когда то все еще только начиналось понятное дело поэтому кто если постоянные зрители естественно вы все это видели этапы строительства в общем то я показывал все так или иначе вот несколько раз это улица Молодцова уже не раз делаю съемки вот а вот эти вот как раз видите дома это все еще Лужковские преимущественно дома вот тут стоят да такие вот он тоже любил такой липоватый стиль несколько более такой ну кстати говоря эти дома куда более симпатично строятся чем те которые сейчас вот эти реновационные дома вот эти страшные часто вот такие еще ну не все конечно но многие многие большинство точно вот такие вот прям бывают черные такие или там белые черные ну в общем такая рассветка конечно довольно мрачная ну какое время такая рассветка так что тут в общем с другой стороны что пенять на зеркало то вот так что вот эти вот дома вот видите сейчас вот тут уже я нахожусь между улицей Молодцова ясным проездом вот ну тут много разных домов и они еще были построены ну где то в середине 20-х годов в основном уже при Собянине преимущественно ну а какие то там еще 17 этажные еще при Лужкове вот это в основном 2015 года построить 14-15 года вот но еще до принятия программы так сказать вот этой реновации поэтому судя по всему это еще там по старому программу а так здесь конечно были старые дома они естественно не на пустом месте появились не просто так ну и вот там справа находится ясный проезд ну а сейчас я иду как раз на проезд Дежнева то есть я сейчас перехожу с улицы Молодцова и иду в сторону проезда Дежнева ну как видите очень плотная здесь застройка вот какие то еще советских времен дома сохранились в том числе девятиэтажные но их уже здесь мало они уже скажем так выглядят конечно ну как что то уже такое да старое вот там видите девятиэтажка она уже как то даже уже совсем по сравнению с новыми домами она выглядит конечно как то даже диковина несколько кажется о надо же еще советская девятиэтажка осталась ну советский а вот этот детский сад ведь тоже советский типовой такое здание двух-трехэтажное основное трехэтажное и такие крылья двухэтажные ну это такие детские сады по всей Москве были построены тогда в основном в шестьдесятые годы прошлого века конечно же интересно как эти сады они же еще эти не рассчитану такое количество людей они же были рассчитаны там на пятиэтажки на девятиэтажки которые здесь стояли ну раньше что да еще когда строили эти детские сады интересно как они вещают всех детей которые вот живут здесь же совсем другая этажность намного больше людей сейчас живет по сравнению с тем что жилу советское время думаю что проблем конечно есть ну понятно что сейчас уже не тара с другой стороны конечно не такая рождаемость как в советское время но кстати говоря в москве то проблем с рождаемостью нет особо это в россии в целом проблемы есть это да но в москве то как раз этого особо нет здесь как раз более-менее нормально рождаемся я конечно не знаю там есть равне советские времени может там и поменьше но на самом деле детей довольно много в москве уровень жизни высокий поэтому детей все связано ну а тут ясный проезд это вот как раз там все эти тоже дома но там по преимуществу еще на ясном проезде там в случае советская застройка сохранилась там как раз новых домов практически нет вот ну там правда они какие-то сахара какие то есть основном но все таки в основном преимущественно советского но там правда сам преобладает от 16 этажных домов мог 12 этажных то есть они в целом достаточно сами по себе довольно все таки высокие поэтому куда уж там еще ну есть конечно девятиэтажки но новых домов там почти нет на ясном проезде ведь еще остались тоже старые здания так сказать советской торговли бытового обслуживания помните такие вот были еще двухэтажные в основном здания строили и там вот размещали разные там химчистки телеотелье еще тогда были вот ну магазины конечно же разные стол заказов там молочная кухня ну много чего там тоже были как сейчас называют многофункциональный центр ну тогда такого слова не было но в сущности нет ничего нового под солнцем все примерно то же самое было ну вот а теперь я перехожу на проезд дежнёва и собственно у нас в основном такие вот три точки да вот в южном медведкове это конечно же молодцово но уже посмотрели там три новостройки три новых дома построили это проезд дежнёва и полярная вот это три улицы на которых собственно проходит реновация в этом в районе южном медведково ну на молодцово там собственно три новых дома построили а вот и на дежнёва там и стройки там и сносы там все ну и на полярной тоже вот это вот ясный проезд как раз но заодно немножко посмотрим вот и южное медведково район да тоже меняется он постепенно но здесь вот я говорю на ясном проезде в общем изменений не так много но это уже конечно здесь вот видны уже более современные дома слева да конечно же вот они да такая вот идет галерея домов но этого дома они в основном были построены в четырнадцатом году то есть это уже при собянине дома построили преимущественно четырнадцатый год четырнадцать пятнадцатый год чтобы они семнадцати этажные дома на господи и где в Вот видите, допустите, этажный дом вполне может стать следующей жертвой реновации, продляя ее, расширят, скажут все, что было, то было, теперь новые у нас планы, так сказать, расширения, и вот еще включат какие-нибудь дома тоже медведками, вот эти все доделают, снесут там все, что вот еще осталось, и дальше уже примутся завод, еще две новые дома, ну естественно, в основном девятиэтажки, потому что остальные-то куда уж там еще, если брать, двенадцатиэтажные, это уж совсем круто, поэтому наверное, а больше пятиэтажек фактически тут почти не осталось, там на полярной, но их уже выселили и одну снесли, там осталось три пятиэтажки всего, снести, но снесут в ближайшее время, ну собственно и все, а что же тогда еще остается девятиэтажки только, самые низкие, если так сказать, ну там кстати, ясный пруд находится, знаменитый, главная достопримечательность этого ясного проезда, несомненно, вон он там, ну мы гуляли уже по нему я показывал пруд, дальше там речка Чермянка, ну она там все-таки несколько в стране от этого проезда, ну хоть и рядом, но что-то да. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и вот, что мы видим, да, мы видим недавно построенный из данной эксплуатации, реновационный дом, под номером 30 корпус 3, вот он, его хорошо видно, отсюда, да, сейчас мы смотрим пока на торец этого дома, ну сейчас посмотрим и на лицо, вот это вот дом, как раз это 30 корпус 3, ну видите, он фактически находится между вот этим ясным проездом, проездом Дежнева, начинется он по проезду Дежнева, 30 корпус 3, он построен на месте снесенной девятиэтажки, там прям конкретно на месте этого дома находилась девятиэтажка, блочная, ну которых тоже довольно много в этом районе, только она не плоскостная, а такая как в виде башенки, такой небольшой, ну вот такая типичная серия блочная, она тоже по всей Москве распространена. И вот построили вот этот дом и в прошлом году его сдали, ну буквально совсем недавно, в конце прошлого года, 21 этажный дом. почти на 100 квартир. Вот, ну тут вот дома еще, видите, 16-го года и 17-го года. То есть много разных домов, так сказать, разных времен постройки. Есть чьи Лужковские дома 17-этажные. Вот он, видите, Лужковский дом. Их довольно легко узнать, они такие, в основном, оранжевые. Вот эти дома, это, как правило, Лужковские. А вот эти вот, ну более, так сказать, другого немножко цвета. Вот эти вот дома, эти уже более поздние дома. Это уже, можно сказать, вот он дом по реновации, вот этот 30 корпус 3. Вот его недавно построили, наконец-то, тоже несколько лет строили. Это вот еще, видите, строительная площадка, бытовки строителей, которые этот дом строили. Вот он, 21-этажный дом. Реновационный. Ну, когда я был здесь осенью, его еще только, только-только, буквально там еще какие-то, видимо, шли финальные работы, еще его не сдали. Но сейчас вот, сейчас уже зима, все, он уже сдан в эксплуатацию. Другой, конечно, разговор, кого сюда будут заселять. Вот это, конечно, вопрос. Потому что, честно говоря, по-моему, уже почти всех переселили и не знаю, там, для кого его, собственно, построили. Он, как бы хоть и считается, опять же, реновационным. Но здесь, да, все разворочили, раскопали, как часто бывает. Смотрите, что сделали с газонами. Да, это ужас, конечно. И вообще, вот на этой большой территории, которая фактически является, как бы, таким большим, таким огромным двором для всех вот этих домов, да, то есть, вот все вот эти вот здоровые такие дома вокруг разных годов постройки, ну, преимущественно, где-то от 2007-2008 года, ну, и вот вплоть до прошлого года. Вот эти все дома стоят. И для них, вот, у них есть такая, как бы, общая такая вот территория. Двор такой большой, общий для всех вот этих домов. То есть, вот это пространство. Ну, и видите, что во что вы переводили. Ну, не все, конечно, но в значительной степени. Смотрите, как деревья тоже обкарнали. Конечно, тяжело на все это смотреть. Ну, техника ездила, да, тут все. И так-то, как говорят, все почти голое, да, почти деревьев нет, зелени никакой почти нет, все. О, зато плитка и открытое пространство. Так еще и то, что есть уже какие-то такие чахлы, остатки, и то почти все. Смотрите, что творится. Ужас. Ну, все плиткой застелят, и все, ничего, будет. Одна сплошная плиточная площадь, и вот с такими вот детскими спортивными площадками будет плитка. Ну, и такие вот чахлые газоны. Вот, собственно, все практически без деревьев. А то, что и есть там на стале стоит. Ну, зато у скамейки, вот все эти плитки стоят. Вот, а вот, смотрите, вон еще один дом, видите, реновационный, его тоже хорошо видно. И он тоже по проезду Гижнева, дом 32. Ну, фактически он находится на углу с ясным проездом, но числится он тоже по проезду Гижнева. И тоже построен на месте девятиэтажки блочной. Ее тоже там снесли год-три назад. И вот вместо нее построили вот этот вот дом. 16-этажный. Построили его в прошлом году, в 23-м. Вот еще раз смотрим на дом 30-корпус 3, 21-этажный дом. Построен в 23-м году. И вот точно такой, фактически, почти близнец. Но, правда, 16-этажный, опять этажей поменьше. Вот еще дом. Построен тоже в прошлом году. На 100 квартир. Вот он. Ну, и осталось мне показать, какие дома сейчас переселяют. Из каких домов идет переселение. Я уже сказал, из дома 24 и дома 20. Вот они, перед нами эти два дома. Вот это, кстати, не переселяет 28-й дом. Что интересно. Он пока, по крайней мере, он в реновацию не попал. Ну, наверное, следующий будет. Один из следующих, наверное, в следующую очередь попадет. А вот эти переселяются из дома 24 и 20. Они все одинаковые и были построены, в общем, примерно в одно время. В 60-х годах. 1663 год постройки. Вот блочный дом 9-этажный. Вот его сейчас выселяют. Дом 24. И, как я уже сказал, выселение идет на улицу Молодцова в дом 17. В основном туда. Итак, вот это 24-й дом. Мы видим. Выселяют. И прямо следующий за ним. Вот 24-й. Вон прямо следующий за ним идет 20-й дом. Точно такой же. Это буквально близнецы построенном и даже построенном в один год 63-й. Вот эти два дома сейчас выселяют. И, естественно, как только выселят, постепенно будут готовить к сносу. Скоро этих домов мы не увидим. Вот они, два дома. А за ним, смотрите, да, вот он находится фактически вот этот 24-й там и 20-й, который фактически находится на уклус Полярной улицы. Вот он, 20-й. А за ним прямо проходит Полярная. И вот смотрите, видите, идет стройка на Полярной улице 3. Стройка на месте сетеной пятиэтажки. Вот с 65-го года постройки была кирпичная пятиэтажка. Три корпуса, один. Вот прямо здесь она стояла. И, как видите, теперь на ее месте вот строится новый дом. 18-этажный, который хотят сдать в 25-м году. Ну, как видите, тут только стройка еще началась. Поэтому, понятное дело, что раньше 25-го уж никак не построят. Уже 24-й начался, поэтому понятно. И то в 25-м еще под вопросом. Если постараются, тем более 17-этажный дом довольно большой тоже будет. Вот. Вот такая большая площадка. А за ним, а по другую сторону, вон, видите, симметричный дом. Вот точно такой же стоял здесь. А это 4-й дом, 4 корпуса, один. И он тоже 65-го года постройки, но и фактически в одно время построили. Тоже вот кирпичная пятиэтажка. Ну, она выселена, но пока, как видите, стоит. То есть пока ее не сносят. И точно такие же дома, 16-й и 17-й. Дома, вот там они подальше находятся. Они тоже выселены сейчас, но тоже пока еще не снесены. Снесли только один вот этот вот дом, 3 корпуса, один. Ну, снесли, видимо, для того, чтобы начать стройку. Правда, для кого вот это будет стройка, это тоже вопрос. Ну, видите, там пока фундаментная работа, потому что, ну, получается, что всех уже фактически выселили из тех, которые наметили подредоваться дома. А для кого-то, да, этот дом-то реновационный будет строить. Вот его построили в 25-м году, а кого его заселят-то в этот дом, если фактически всех уже переселили и уже процесс заканчивается. Ну, опять же, я говорю, два варианта. Либо выберут еще новые дома под снос, что очень вероятно. Ну, второй вариант, это просто будет чисто коммерческий дом. То есть, никакой не реновационный, а просто обычная коммерческая стройка. И все. Обычная новостройка. Ну, то есть, такой вариант. Ну, какие еще есть варианты, я не знаю. По-моему, как-то других трудно что-то еще придумать, какие-то еще варианты. Вот это четыре корпуса один. Ну, точно такая же прям пятиэтажка стояла. Одни напротив друга стояли. И здесь вот такая же стояла. И там вот тоже два симметричных дома, чуть подальше, там в середине улиц, на пересечении с улицы Молодцова, как раз там вот тоже еще две такие же вот пятиэтажки кирпичные были. Ну, вернее, они и сейчас есть, просто они уже выселены. Скоро их будут сносить. Вот такой дом тут появится, видите, 18-этажный. На этой вот сейчас строят площадки, на этом месте. Ну, вот видите, была пятиэтажка, а будет 18-этажка. Видите, насколько плотность возрастет в застройке. Очевидно просто, сколько там народу жило в пятиэтажке, сколько сейчас здесь. Ну, а там кинотеатр полярный, его фактически снесли. Там, наверное, какой-нибудь очередной будет районный центр, как сейчас это обычно принято бывает у нас. Ну, такая ситуация медведками. И до новых встреч.